Место под контейнерную площадку отмечено строительной лентой. Подрядчики уже начали работать, однако жильцы протестуют. По их словам, здесь уже десятилетиями разбит палисадник, за которым ухаживают жильцы дома. Кроме того, поребрик, часть которого придется убрать, защищает низину от ливневых потоков. Если сделать все так, как сейчас планируется, то низину будет топить. В управляющей компании поясняют, что действует в соответствии с решением жильцов. Его утвердили на общем собрании, и коммунальщики по закону обязаны подчиниться. До этого контейнеры стояли рядом с этой площадкой, которая принадлежит товарищество собственников жилья «Рубин». Жильцы 18-го дома в 12-м микрорайоне платили за ее аренду. Однако, собственник договор расторг. Тогда контейнерную площадку расположили здесь, уже на своей земле. Однако, часть жильцов стала настаивать на переносе и собрала необходимое число подписей. В результате всех этих движений было принято решение общим собранием об установке мусорки новой, вблизи существующей, которая является собственностью «Рубин», но на земельном участке уже 18-го дома. Вот они провели собрание, и указали место расположения. Но место расположения оказалось недостаточно удачным, в плане того, что возле магазина «Авойска» напротив. Но магазин стал воспрепятствовать данному строительству. Был утвержден новый. Вчера подписали нам новую схему. Согласовали мы с 18-м домом. После таких, отчасти вынужденных изменений, жильцы, которые были не против переноса, говорят, что начали снова собирать подписи. Мы подписали. Мы потому что не думали, что нам под дом поставят эту мусорку. Да, мы подписали, но мы ликвидируем свои подписи. И все уже, которые жильцы, которые я застала, они уже ликвидировали эти подписи. Все, они не согласны с этим переносом мусорки под наши окна. Пять метров. Это просто нарушение даже. Норм. Коммунальщики поясняют, что нынешняя чехарда связана еще и с тем, что сегодня никто не хочет платить за вывоз чужого мусора. А граждане часто даже не задумываются, чьи это контейнеры, если им по пути. В управляющей компании предлагают альтернативу, так называемую позвонковую систему, когда машина подъезжает к дому в определенное время. Жильцы говорят, что в принципе не против, тем более, что так уже было раньше. Все в их руках, а дело за подписями. Продолжение следует...